Всем привет, ребятки, с вами Flash. Новый гранатомет, который на стейджинг ветки потихоньку дорабатывают. Во-первых, ему расширили немного разнообразие боеприпасов. Теперь помимо стандартных гранат, которые теперь окрашены в черный цвет, еще добавили картечь красного цвета и дымовые гранаты серого цвета. Во-вторых, гранатомету добавили два слота под навесное оборудование. Теперь туда можно поставить любую оптику, какую хотите, хоть 4х, хоть 8х. Но я думаю, что это на самом деле лишнее, но какой-нибудь голографический лишним точно не будет. Намного удобнее целиться, чем вообще без прицела. Ну а на второй слот можно либо лазерный целеуказатель, но он, мне кажется, не особо тут нужен, либо фонарик. Причем, видите, как оригинально он тоже крепится сбоку, как на Томпсоне. Что сюда поставить нельзя? Это дульный тормоз, дульный ускоритель, ну и, собственно, глушитель. Да, кстати, давайте сразу закроем вопрос по поводу изучения его боеприпасов. Там кто-то обратил внимание, что я запихнул туда сразу много, якобы. Ну, действительно, это так, но давайте попробуем. Один, как видите, это тоже ничего не изучается. Кстати, немножко увеличили стаки. Было раньше по 3, теперь по 10. Выбирать между типами боеприпасов все так же. Зажимаем кнопку R и выбираем то, что нам необходимо. Ну, давайте начнем, наверное, с дымовых гранат. Зарядка, кстати, особо не поменялась, только анимацию раньше он один и тот же гранату пихал. Теперь просто по кругу барабан крутит. Звука никакого не появилось. Может, кто-то не в курсе, у нас уже есть дымовая граната. Она выглядит так же, как сигнальная на airdrop, только серого цвета. Давайте ее кинем. Что она себе представляет? Просто создает такую дымовую завесу. И, в принципе, гранатомет делает то же самое, только можно стрелять на намного большее расстояние. А так эффект абсолютно то же самый. Просто видите, насколько удобно можно закидывать на огромное расстояние, если приноровиться, и создавать вот такую противнику неудобную завесу. Просто обкидать его весь дом, чтобы он по вам не мог стрелять, либо как-то еще. То есть по-разному можно использовать. За счет барабана, теоретически, можно использовать, точнее, за очень короткое время, создать просто непроницаемую дымовую завесу. Вот так вот раскидав их и просто утонув в дыму. Да, жесть какая-то, я вообще не понимаю, куда иду. О, вышел. Так, ну вот такое вот облако я создал. Теперь давайте разберемся, что же это за картечь такая 40-миллиметровая. Сравнивать ее, конечно же, будем с нашей обычной красной картечью для помпового ружья, дробовика. Давайте вот с такой ближней дистанцией просто посмотрим на разлет, на кучность вылета дроби. Количество дробинок я уже посчитал за кадром. Их тут ровно 12 штук при каждом выстреле. И теперь давайте попробуем наш обычный дробовик. У обычного дробовика количество дробинок 14 штук при каждом выстреле. Ну, в принципе, вот можно посмотреть и понять, что кучность плюс-минус одинаковая. Единственное, что дробинок вот у обычного дробовика больше. То есть, не совсем понятно, для чего вообще ввели вот это. Может, я чего-то не понимаю, объясните в комментариях, для чего вообще нужна дробь для вот такого вот гранатомета. Теперь давайте попробуем замерить урон каждой дробинки и сравнить его с обычным дробовиком. Начнем с обычного дробовика. Есть. Есть попадание. Вот наше первое попадание было в ногу. 100 хп осталось 88,8. То есть, практически 12 хп первая дробинка сняла. Вторая попала опять же в ногу. 88 стала 77. То есть, получается, 11 сняла где-то. Потом вообще в фут в стопу попала. Тоже в районе 11 сняла. И в грудь 66 стала 51. То есть, в районе 15 аж сняла. То есть, урон такой достаточно плавающий. Где-то от 10 до 15. Ну, хоть что-то мы имеем. Теперь давайте попробуем так же зацепить нашего бота с этого дробовика. О, я его уже называю дробовик. Такая махина, блин. Есть. Зафиксировала два попадания. Сначала в руку. Было 100 хп стало 85. То есть, 15 сняла. Потом в ногу. Было 85. Стало 73. То есть, в 12. В районе 12 сняла. Ну, чтобы как-то колоссально отличался урон. Ну, нельзя сказать. Тоже в районе там 12 и 15. Ну, то есть, пока что на данном этапе мне не совсем понятен. Вот этой картечи. Когда есть любой другой дробовик. Который будет справляться ничуть не хуже. Явно, что это оружие будет намного реже встречаться. И тратить ее просто под картечь. Ну, не знаю. Какой-то прям убойной силой она особо не отличается. Ну, перезарядка быстрая, да. Но для этого спас есть. В общем, хз. Куда намного интереснее все-таки выглядят гранаты. Которые изначально и были для него. Поэтому мы сейчас немножко на них остановимся. Проверим, как они в плане рейда. И я тут путем экспериментов все-таки смог вычислить примерную мощность одной выпущенной гранаты. Вот этого нового гранатомета. Давайте кинем бобовую сишку на обычную железную дверь. Не МВКшную. Взрыв произошел. Смотрим, сколько сняла эта сишка. Получается 70 хп. Стреляем с одной гранатой по новой двери. Полностью целой. Блин, с дробаша стрельнула, зашибись. Вторая попытка. И смотрим. И, ребятки, вот тут я немножко прифигел. То, что одна граната на данном этапе сейчас приравнивается к одной бобовой сишке. Практически. То есть, видите, 190 это сняло 60 хп. То есть, 190 осталось, тут 180. Но 10 хп, ну, это просто разница. Ну, можно сказать, минимальная. То есть, практически одна бобовая сишка. И у вас в барабане получается вот в таком вот 6 бобовых сишек. Которые вы просто вот так вот шмаляете. Минус. И все. И минус дверь. Это тут минус все. То есть, вспомните, сколько вы тратите время на то, чтобы вынести какую-нибудь дверь при помощи разрывных патронов. А тут вот. Раз, два, три, четыре. И там остается, кажется, 9 хп. Да, 9 хп это одна, ну, можно сказать, 4. Пятое это уже так. На ваше усмотрение все. Минус дверь. То есть, скорость рейда просто поражает. Остается только вопрос, где брать эти гранаты. И вообще, откуда они будут браться, в каких количествах. Если к ним будет очень легкий доступ. Ну, или не легкий, или вообще доступ. То, конечно, скорость рейда просто вырастет в разы. Ну, или вот такая ситуация. Вот 4 потолка вам нужно вынести. То есть, вы можете либо бить сюда вот разрывными, как это часто делают. Либо ракетницами. Но ракетницы долго перезаряжаются, быстро ломаются. Давайте попробуем это проделать с нашего нового. Гранатометы. Тут главное попадать туда. Вот один барабан есть. Второй барабан пошел. Отдача приличная. После каждого выстрела уносит просто куда-то в космос. Второй барабан полностью. И пошел третий барабан. Все. То есть, 12 и плюс 2. 14 гранат. Минус 4 потолка. Плюс еще вот эти надамажил. У него какой-то сплэш дикий. Еще вот эти даже раздамажил. Стены целые. Еще многие просили пострелять с гранатомета по фуллсету. Вот такой вот фуллсет. Правда, по взрыву он дает очень маленькую защиту. Давайте проверим. Вот наш фуллсет. Стоит. Отхилен до 100%. Давайте прямое попадание с гранатомета. Ну, без каких-либо шансов. Показываю комбат лог. То, что у него было 100 хп. Стало 0. Убит. Давайте ради интереса попробуем фулл МВК броню. Она дает аж 32% защиты. Наш боец готов. Ну, по идее, она должна выдержать одно прямое попадание. Но там просто какие-то единицы здоровья должны остаться. Потому что 32 это на грани. Аж дымок от него пошел. Давайте посмотрим комбат лог. Так, смотрим. Попадание с 40-мм граната. Было 100 хп. Стало 3.1. То есть, у чувака осталось 3 хп. Сняло 97. Ну, вот, в принципе, да. 32% защиты от взрывов и помогло. Но это фулл сет вообще, ребятки. То есть, в любом случае, если у вас не фулл сет, то вы 100% всегда отлетите от прямого попадания с гранатомета. Ладно, ребятки, пишите свои комментарии. По мне, так, гранатомет пока что какое-то вот неоднозначное оружие. Вроде и прикольное такое, необычное. Мы такое точно еще не встречали. Но какое-то то ли слишком имбалансное кажется, особенно гранаты. Картечь обычная, как наравне с ничего особенного. Дымовая. Ну, дымовая, дымовая. Ладно. Бог с ней. Но вот эти гранатки. Просто. Рейдить ими сплошное удовольствие. Убивать тоже. Ладно. Все, ребятки. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.